Вот уж неожиданно. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, в действительности неожиданность, потому что многие годы, когда начинали еще первые кинотеатры строить, как-то, я помню, даже пытались нас критиковать, ну как же, кинозритель и театральный зритель, это же разные совершенно зрители. В действительности я всем пытался доказывать, и сегодня это вот такой триумф. Я вижу, что, правда, все понимают, что кино к нам пришло когда-то 120 лет назад, когда театр уже существовал. И кино и театр, они всегда были соединены незримо и, ну, вообще, как сообщающиеся сосуды, потому что работники сценического искусства фактически создали кинематограф и никогда не уходили из театра. И вот настолько приятно сегодня, когда вот это полное единение, оно, в общем-то, и у нас с вами здесь, вот в этом фестивале, балтийская звезда, балтийская кинозвезда сегодня есть. И, знаете, наши, вот мы возродили киностудию Ленфильм, и мне так приятно, что все традиции, которые создавались, опять же, режиссерами-постановщиками театра Товстоногова, тот же Козинцев, например, Гамлета, сделал сперва, на сцене поставил, а потом у нас, и это считается признанное самое лучшее произведение, экранизация великого Барда Шекспира, которому юбилей в этом году отмечаем, 50 лет, кстати, картине тоже. И настолько вот приятно ощущать вот соединение этих традиций, а у меня огромная честь, великая честь сегодня пригласить на сцену, во-первых, открыть кинозвезду, балтийская кинозвезда, и пригласить на сцену великого мастера, для всех, кстати, как для работников сцены, так и для всей киноиндустрии, для меня лично, у великого человека, мастера, на которого мы стараемся равняться, вот, Андрей Сергеевич Кочеловский. Андрей Сергеевич. Это великая честь оказаться на одной сцене хотя бы в таком году. Вы знаете, все бывает случайно и все бывает закономерно. 3 октября в Эрмитажном театре состоится очередная церемония вручения премии «Балтийская звезда», той самой, о которой я уже сказал. И Россию в качестве лауреата будет представлять Андрей Сергеевич Кочеловский на сцене. И, соответственно, сегодня наша встреча и открытие фестиваля «Балтийская кинозвезда» знаменовалось его присутствием и предстоящим показом фильма «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. С вашего разрешения я присоединюсь к Андрею Сергеевичу и задам ему несколько вопросов. Вот почему-то перед просмотром спектакля режиссер не встречается со зрителями. И после спектакля тоже, а в кино вот такая есть... Должно же чем-то, должно отличаться театром. Да, хотя бы этим. Хотя бы этим. У этого фильма «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына очень счастлива в некотором смысле судьба, а с точки зрения кино тоже можно немножко посетовать, потому что приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале «Серебряный лев». Спасибо. И потом показ по Первому каналу. И те, кто хотел посмотреть фильм, посмотрели, а вот в таком широком, привычном для нас прокате он, во всяком случае, в Петербурге, я его не очень легко было поймать. А он не был в прокате. Он не был в прокате. То есть, а зачем? То есть, вы считаете, что аудитории Первого канала была достаточной? Конечно. 20 миллионов. Это уже точные сведения? Ну, я по меньшей мере, потому что это был прайм-тайм. Но я вам скажу, есть картины, которые нужно показывать сразу по телевидению, а есть картины, которые можно прокатывать. Но я... Вот смотрите, я вижу, тут никто не жует попкорн, понимаете? Но это было бы странно. Да, а в кино люди сейчас что, жуют попкорн? Я не делаю картины для людей, которые жуют. Во время... Это вот хорошо в театре еще не жуют, в консерватории не жуют, в церкви не жуют. А то скоро, когда начнут жевать, все кончилось. Я делаю кино для людей, которые приходят в кинотеатр. Это те люди, которые еще не разучились читать книжки. И это первое. Поэтому я был бы, конечно, счастлив, если бы мои картины в кинотеатрах люди посмотрели. Но, к сожалению, сегодняшние кинотеатры заполнены фильмами для детей. А фильмы для взрослых практически исчезли. Это Голливуд так... Постарался. Постарался, что о родителях забыли. Поэтому родители-то в кино, уже не говоря о бабушке, в киное ходят, очень редко ходят, просто в силу того, что смотреть как бы нечего. Тут, к сожалению, рынок сегодня... Я назвал это как кока-колонизация. Это мое... Кока-колонизация рынка. Вот, поэтому... Или попкорнизация. Да, у меня кока-кола хорошо прошла. Но дело в том, что я надеюсь, что, во-первых, возникают новые носители. Возникают возможности посмотреть картину для людей, которых интересуют не просто такой американский блокбастер, а картины более, ну, более, как бы сказать, ну, с каким-то другим содержанием, я бы сказал. Вот, поэтому, когда я говорю о судьбе фильма, я думаю, что это не самое главное, когда все его посмотрели. Самое главное для фильма, его посмотрели те люди, которым этот фильм был предназначен. Вот в связи с этим. Все-таки в прайм-тайм первый канал произвел некоторое купирование, как я понимаю, некоторых сцен и запикивание, да? Был такой момент? Нет, купирования не было, затикивали бат. То есть у нас сегодня аутентичная авторская копия, я правильно понимаю? Да, я не знаю. Наверное, может быть и так. Ну, да, вы знаете, мат... Дело в том, что, когда очень талантливый артист ругается матом, то это все равно талантливый артист матом ругается. А когда каменщик сидит на крыше, и у него камни свалили снизу, и он случайно матернулся, то это не выглядит, что он талантливо это сделал. Это просто часть жизни. Как мои ребята в деревне сказали, если у нас мат убрать, так это не мое кино будет. Понимаете? А вы просили их сдерживаться в выражениях при съемках? Нет. Нет, я не просил, но дело в том, что... Вообще так... Люди не так часто используют эти слова. Они используют иногда по делу. А это часть фольклора, и все зависит от... Я считаю, что все зависит от того... Пользоваться можно даже, понимаете, атомной энергией. В мирных целях. Да, да. Понимаете, даже атомной энергией. Но она бывает разрушительна. То же самое средство, как мат или как секс. Эти вещи очень сложно сделать произведениями искусства, чтобы они имели отношение к искусству. Понимаете? Пушкин тоже пользовался бранными словами матерными, но он делал с такой элегантностью, что ему прощалось все. И бран не прощался, потому что там не было никогда непотребства или вот грязи. Это такая штука. У меня был приятель Валька Ежов. Замечательный. Уряд ли не скопил. Сонарист. Сонарист. Сонарист, да. Вот он так ругался матом, что мы даже не замечали, что он матом ругается. И никогда не было это ощущение грязи. А может быть, так другой человек скажет, вроде я тебя люблю, а получается грязь. Даже без мали. Критики, которые по-разному восприняли эту картину, я имею в виду «Белые ночи», Алексей Почтальон, Алексей Треписов, написали все как в один голос, что это завершение той самой трилогии о людях с деревни. Вспоминали историю Аси Клячиной, потом вспоминали Курочку Рябу, а потом один критик вообще написал, что теперь у нас есть своя киноверсия «Стали это одиночество», имея в виду ту атмосферу, в которой вы снимали картину про Почтальона. Как вы относитесь к этой идее, что это продолжение ваших отношений с жителями села, скажем так, к Андуру? Такой вот вопрос. Ну, критикам, им же нужно как-то найти какие-то параллели, ну, какой-то, им хочется порядка. Ну, выстроить все так, в ранжиру, да. Поэтому такие идеи могут возникать, но я к этому не отношусь таким образом. Просто я делаю абсолютно разные фильмы, меня интересуют абсолютно разные идеи, и я делал эту картину, потому что мне показалось, что фильм о Почтальоне где-то в какой-то очень далекой территории может быть чрезвычайно интересно. Когда мы нашли героя, который был такой интересный, когда мы туда поехали, когда мы увидели этих людей, отобрали... То есть сюжет рождался из героев, а не наоборот. У нас был сценарий, который потом не использовался. Сценарий писался по мере проникновения в материал. Поэтому, вот я не знаю, кто-то, может быть, из вас видел картину, а кто-то нет. Поэтому те, кто видел, понимают, что они пришли на медленное, тихое, без стрельбы действие, которое позволяет вам немножко посозерцать, как будто вы сидите на берегу озера. А те, кто не видели картину, те, кто не видели, те должны знать, что вы не ждите ничего оглушительного. Сюжет прост, все очень просто. Но через 5-10 минут, вот если вы сидите действительно на берегу водной глади или на горе, или просто в лесу стоите, или сели на пенек, вот если вы прислушаетесь как бы к миру вокруг вас, мир вокруг вас всегда живет. Даже в тишине еще больше смысла. Вот поэтому, если вы прислушаетесь, вы начинаете ощущать свою связь со всем на свете. Вот я бы сказал так. Вот как. Поэтому эта картина, которую я делал о тех удивительных людях, из которых состоит 80% населения России, телевизор, газ, свет и все санкции возможные на Россию наложить, ничего не изменится. Люди могут выдержать, эти люди могут выдержать все. И так у них электричество на 2 недели в месяц отключают нормальную проблему. Поэтому это очень важно понять, насколько это мощная цивилизация, которой мы принадлежим. И их терпение, которое иногда выводит из себя меня, потому что, ну что же вы так все терпите, одновременно с этим является залогом нашей несокрушимой абсолютно мощи. Это вот очень важно. Когда я снимал, я это понимал. Это же не только такая... Пока снимаешь, я понимаешь, о чем мы снимаем. Ну, в связи с этим, у меня все-таки вопрос о картине. Пять вопросов. Я без вопросов могу говорить. А нет, ну тут по поводу мощи. По поводу мощи. Это очень важный момент. Поэтому заостряю. Я вас ловлю на слое. Там есть один символ мощи нашей. Он тоже изначально был заложен. Я имею в виду историю с космодромовой. Или это родилось в порядке импровизации просто интересно? Нет, ну мы приехали туда, а потом обнаружили, что рядом находится Плесецк. Мы сначала нашли героя, приехали на Кенозеро. Потрясающая вода, потрясающие места, тишина. Слава Богу, еще не доехали туда, буржуи ничего не построили. И рядом оказывается Плесецк. Ну да, поэтому туда и поехала история. Это не было придумано заранее. Но такие вещи нельзя придумать. Сценарии, конечно, можно придумать, все на свете. Но жизнь богаче любого воображения. Если на то пошло. Вообще, это сложно объяснить. Да и не буду объяснять вам, как такие картины снимать. Потому что все захотят снимать. Все захотят снимать такие замечательные картины. Нет, снимать могут все, кто хочет. Пожалуйста, съест-то он съезд, и кто ему даст. Нет, дело в том, что не буду объяснять, потому что это особая техника общения с людьми, когда они ведут себя адекватно, и когда они не говорят раучного текста, когда они живут сами по себе, что очень важно. Потому что это не полудокументальное кино. Глубочайшие заблуждения. В документальном кино обычно снимают, что происходит. Я должен организовать, как в художественном кинофильме, как будто артисты учат текст, а эти не учат. Просто я должен организовать, был определенную ситуацию, при которой эти люди забывали, что есть камера и так далее. Конечно, надо было искать правильных людей и так далее. Поэтому в этом смысле для меня это очень важная картина, потому что я освободился от груза кинематографического опыта в 50 лет, все это выбросил и начал новую жизнь. Вот это главное, что я хотел вам сказать по поводу этой картины, потому что она похожа немножко на Асю Клящину, которую никто из вас не видел, естественно. Кто видел Асю Клящину? Ну вот видите. Боже мой. Вы пришли туда, где не жуют поп-куры. Где смотрят Асю Клящину. Даже продолжение видели Курочку-Рябу. Да, даже Курочку-Рябу. Замечательно. Я очень рад, что есть люди, которые даже это видели. Поэтому режиссеру, в принципе, нечем говорить до картины. Вы картину не видели, что говорите? Большинство видел. Тем более бесполезно говорить после картины, если вы картину видели, что говорите? Все должно быть между началом, между начальными титрами и конечными. Дальше все кончается. Вы знаете, вот говорят, чернуха. Вот этот фильм чернуха, а этот фильм не чернуха. А как определить? Что вне чернухи, значит, должны, что люди быть умытыми, не писать мимо туалета и не делать прочих плохих вещей. Либо они должны быть такими, какими она даже и в чернухе. Но какая же разница? Вот так же, как мат. Мат может быть грязным, а может быть естественным. Это вот такая странная вещь, понимаете? Вот мне кажется, что разница между реальностью, реализмом и чернухой заключается в том, что когда людей не любишь, а просто снимаешь, то в результате, просто снимаешь людей, получается, в результате чернуха. Но если ты людей любишь, и тебе удается, что самое сложное, удается передать эту любовь героям зрителю, то чернухи больше нет. И это такая деликатная вещь, потому что самое сложное для режиссера, это не любить своих героев, хотя это один из талантов режиссера. Есть режиссеры, которые своих героев не любят. Есть даже, которые ненавидят. А есть режиссеры, которые любят. И которые снимают, любя их. А способности передать любовь зрителям не получается. Потому что между экраном и зрителем стена. Стеклянная стена. Вот великие режиссеры для меня, такие, как там, предположим, Феллини, или Бергман, или Курасава, у них была эта потрясающая способность. Не только любить своих героев, но передавать эту любовь, чтобы вы ее чувствовали. И для меня это было бы самым большим комплиментом, или радостью, я бы сказал радостью, если после картины вы бы почувствовали те чувства к этим людям, которые испытывал я все время, пока снимал эту картину. И после, и сейчас испытывал я тоже. Спасибо вам большое. Спасибо, Андрей Сергеевич. Мы хотим пожелать успехов вам. И ждем вас с новыми фильмами в Петербурге. Это был народный артист России Андрей Сергеевич Кампиловский. Мы открываем фестиваль «Балтийская кинозвезда». Покажем его картины «Белые ночи» почтальона Алексея Требицына. Смотрим кино. Спасибо. 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 Спасибо.